Мошенничество, основанное на религиозных чувствах людей, пожалуй, самое циничное и, к сожалению, нередкое явление в современном обществе. Обман, умолчание и пропаганда для привлечения новых членов – вот наиболее известные приемы, которые используют приверженцы той или иной секты, чтобы завербовать человека и навязать ему ложные ценности. О том, как распознать мошенников и не попасть в сети сектантов, рассказал известный историк и богослов Александр Дворкин. Подробнее об этом в нашем следующем материале. На лекцию профессора Александра Дворкина в городской дом культуры собралось немало славянцев. Интерес вызвала тема – тоталитарные секты, угрозы личности, обществу и государству. Прихожанка храма хутора Коржевского Марина Беньковская, узнав о приезде известного богослова, решила, что эту встречу пропустить не должна. Тема злободневная, говорит женщина, и ей хотелось поглубже разобраться в этом вопросе. Самый животрепещенный, насыщенный вопрос. В хуторе Коржевского у нас ходят товарищи, ходят по дворам. В общем, конечно, хотелось бы узнать побольше и узнать конкретнее, как с ним бороться. Батюша, конечно, проводит, помогает нам, но более, наверное, даст Дворкин больше информации. Среди собравшихся в зале было немало молодежи. Педагог-психолог средней школы номер 16 Светлана Хмель. Лекцией заинтересовалась не только в личных, но и в учебных целях. Конечно, меня это волнует, потому что сейчас вот секты, которые существуют, в городе даже в частности, это же реально вредит нашим детям. Понятно, что подрастающее поколение на всем этом учится. Я считаю, что это вредно для детей. Ну, в общем, узнать, как со всем этим бороться, как объяснить это детям и родителям. Обман, сокрытие информации, недобросовестная реклама – вот главные методы привлечения людей в секту. Чаще всего религиозные мошенники воздействуют на человека, находящегося в стрессовой ситуации. Славянская православная церковь тоже активно ведет борьбу с сектантской пропагандой. На проповедях священники регулярно рассказывают людям об этом в виде мошенничества. Наш край многонациональный, но и много различных организаций, которые себя именуют истинными хранителями веры. Поэтому, я думаю, сегодня очень важное значение для того, чтобы голос наших людей услышал из уст человека, который говорит о том торжество Церкви Христовой, которая ведет свое начало от Христа. Лекция профессора Александра Дворкина именно о том, как не попасть в сети сектантов. Главная задача, говорит богослов, постараться донести эти истины до жителей. Проявлять здоровое недоверие. Помнить, что бесплатный сыр бывает только в Машиловске. Если вам предлагают много всего сразу и бесплатно, или очень дешево, вас обманывают. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом уже будет поздно, значит от вас скрывают информацию. И узнают, что если вы узнаете немножко больше, вы ни за что тогда за ними не пойдете. Если незнакомец ведет себя с вами как лучший друг, то, вероятнее всего, он обманывает вас так же, потому что настоящая дружба складывается в течение долгого времени. Если как-то пытаться справиться с этой проблемой, нужно справляться сообща. Государство должно действовать по закону. И, соответственно, для того, чтобы иметь основания для ликвидации той или иной организации, выражаясь юридическим языком, для закрытия организации, необходимо иметь факты. Очень часто, к сожалению, наши люди не понимают этого и думают, что как-то что-то решится помимо них, и для этого не нужно прилагать никаких усилий. Если люди знают, что таких фактов много о нарушении сектами закона, нарушении прав человека, то это нужно не молчать, а подавать заявления в правоохранительные органы. Во время лекции Александр Дворкин подробно и в доступной форме рассказал о тоталитарных сектах, существующих на сегодня в России. Постоянной базы у таких организаций нет. Обычно мошенники кочуют из одного города в другой, стараясь охватить как можно больше людей. Славянцы с интересом слушали профессора, задавали вопросы. Кажется, попасть под влияние мошенников может только слабый человек. Но сектанты действуют очень продуманно, используют психологические методы, и угодить в их ловушку может каждый. Поэтому важно не терять бдительность и вообще избегать общения с такими людьми.